Предыгровая интрига матча Спартак-Уралан, на первый взгляд, была достаточно простая и по большому счету сводилась всего к двум вопросам. Первый, как долго сможет продержаться в матче против чемпиона один из ултсайдеров чемпионата? И второй, сможет ли продлить свою голевую серию лучший снайпер чемпионата Андрей Тихонов? Но самый большой вопрос задал людям, интересующимся футболом, никто иной, как главный тренер красно-белых Олег Романцев. По каким-то неведомым причинам, как среди основных игроков, так и среди запасных, попавших в заявку на этот матч, не оказалось ни Сергея Юрана, ни Ильи Цамбаларя, и дуэт форвардов, вышедший на поле с первых минут, был достаточно непривычным. По нападении пара широко составил Робсон, и, честно говоря, ничем особенным за то время, что он находился на поле, не отметился. Тем не менее, на атакующих действиях москвичей, вышедших на игру, казалось бы, без двух незаменимых для себя игроков, это никоим образом не сказалось. С первых же минут Спартак оккупировал чужую половину поля и достаточно разнообразно атаковал, причем, как правило, делал это по центру. Дмитрий Алексеев, голкипер Уралана, трудился с первых же минут в поте лица и явно выделялся на фоне своих каких-то пассивных партнеров. Тон в атаках москвича задавала привычное трио, трио полузащитников Тихонов, Титов и Виктор Гулатов. И с ними никак не могли справиться защитники Уралана, даже несмотря на то, что против каждого из этой тройки защитники гостей действовали персонально. Время шло, а опасных моментов, по большому счету, у ворот Алексеева не возникало, разве что вот в этом эпизоде, когда достаточно опасным поворотом Уралана пробил головой Александр Ширко. А Ильстинский клуб показал себя командой совсем не робкого десятка. Да, команда действовала от обороны, да, глубина атаки Ильстинцу была непривычно малой. Да, впереди действовал на стрее атак лишь один единственный форвард Вячеслав Вишневский. Но тот момент, который был у него в первом тайме, пожалуй, стоит большинства моментов, которые были созданы у ворот Ильстинского клуба. Время шло, время шло, а Спартак никак не мог забить. Оборона гостей трещала по шлам, трещала громко на весь стадион, однако держалась. И, кто знает, может быть действием москвичей мешал тот факт, что каждый из нападающих обязательно хотел забить сам в этом матче. Что Ширко, что Робсон. Моментов, которые создали красно-белый у ворот соперника, пожалуй, хватило бы на несколько матчей. Но постоянно либо удачно действовал на последнем рубеже обороны вратарь, либо ему помогали защитники. Но каждый раз, когда спартаковцы пытались атаковать через фланги, было все-таки жарко у ворот у Ролана. И на 44-й минуте Гулатов, подключившийся к атаке, за счет своего резкого дриблинга ушел сразу от двух защитников и перехитрил вратаря ударом с носка, послав мяч мимо него в дальний угол. Так счет стал 1-0, и казалось, что интрига в этой игре умерла. Однако после перерыва у Ролана вновь показал себя клубом отнюдь не робкого десятка, и на какое-то мгновение даже прижал чемпиона России к его воротам. Вновь, выше всяких похвал, в созидательной стадии действовал Вячеслав Вишневский, но почему-то не хватало ему везения, может быть, не хватало мастерства, никак он не мог забить, хотя моменты у него были. На 60-й минуте Романцев выпустил в игру Алексея Милешина, выпустил на правый фланг вместо Робсона. Спартак остался без номинальных числ форвардов, но в нападении передвинулся Кеченов, и сразу же у ворот у Ролана один опасный момент начал возникать за другим. Москвичи не то чтобы резко взвинтили темп, но заметно прибавили в командном движении, понимая, что выигрывают дома со счетом 1-0. Это, наверное, не самый приятный для них результат, и Алексееву постоянно приходилось трудиться в поте лица. За полузащитниками Спартака не всегда успевали следить их персональные сторжи, также полузащитники часто нарушались правила, и на 68-й минуте после того, как Тихонов здорово зрячий ходил угловой метров, наверное, с двух от левой границы штрафной, из глубины поле к атаке подключился к Офтону и забил гол головой не совсем привычным для себя стилем. Очень активен и настырен у чужих ворот был Валерий Кеченов, который сначала, после того, как он передвинулся на позицию выдвинутого форварда, стал играть по центру ворот, по смещению в правую зону, затем перешел на левый фланг, и именно оттуда он начал голевую атаку, которая завершилась третьим забитым мячом в ворота Дмитрия Алексеева. Пас, его пас Егор Титова был безупречен, и диспетчеру красно-белых оставалось в этом эпизоде просто подставить ногу. В оставшееся время вновь, то и дело, игру на себя брал Кеченов, но партнеры поддерживали его не то чтобы очень активно, очевидно, держа в уме ближайшую кубковую матч Спартака против Тольяттинского Ла-Дуаз, который состоится всего через четыре дня. Спартак победил. Победил со счетом 3-0, победил, играя достаточно уверенно, и своими изобретательными действиями в атаке, и надежной игрой в обороне, и неплохим функциональным состоянием игроков показал, что, наверное, спад, о котором так много говорилось, этот спад в игре Спартака подошел к концу. Масть Спартак-Уралам проходила по тому же сценарию, что и предыдущий Спартак-Ротор. У гостей единственный нападающий Вишневский один раз убежал на свидание с Филимоновым, но обыграть того не смог. Больше тревог у спартаковского голкипера не было. Москвичи имели громадные преимущества, могли забить много мячей, но Уралан, в отличие от Волгоградской команды, забивать себе не стал, и у спартаковцев появились трудности с реализацией голевых моментов. Они почему-то старались завести мяч ворота соперника, но долгое время вратарь Алексеев был на чеку. Дальних ударов было немного. Лишь однажды Егор Титов проверил на прочность перекладину в ворот. За минуту до перерыва Булатов после передачи Тихонова послал мяч в ворота Уралана. 1-0. А во втором тайме гости почти не сопротивлялись. Из множества атак москвичи использовали две. Особенно жалко Ширко. Из каких только позиций он не забивал. Наверное, своеобразный рекорд. На 68-й минуте Тихонов еще раз удачно ассистировал. После штрафного мяч забил Ковтон. Воруин подключился и хорошо сыграл головой. А еще один мяч. Спокойно забил Титов. Получив мяч от Кетченова. А Кетченова ассистировал Тихонов. В этом матче он сделал три великолепных передачи. 3-0 победа Спартака.